Блин, девчонки, в последнее время так челюсти едет, пипец. Да, это отхода. Отхода от котиков. Я только беру своих котов, я их каждый раз сжимаю. Я так сильно сжимаю зубы, я думаю каждый вечер, блин, а чего у меня так челюсть болит? Знаете, вот прям, думая о челюсти, она прям болит, свисает, нависает. А потом я поняла это, потому что я котиков стою вот так. И у меня прям аж скрипит там всё. Я ещё недавно сделала пломбу. С этой стороны у меня зуб немножко короче, а с этой длиннее, и аж хрустит там всё нахер. Ну а с вами сегодня я, Даша Дрюжжжа. Всем привет, и сегодня мы с вами будем читать негативные комментарии. Вообще, на самом деле, хочу вам показать, как я на них отвечаю, ну и разобрать боль некоторых людей, которые не живут свою жизнь так, как хотели бы. Вы же наверняка прекрасно знаете, что негатив пишут те, кто обосрался. Какие-то поварихи сидят, злобные, завидуют всем, завидуют каждому. Кстати, мне периодически пишут, типа, ты удаляешь негативные комментарии. Я ничего не удаляю. Я не виновата, что у меня их мало. Давайте, короче, комментировать. Я сейчас захожу в творческую студию Ютуба, и там вот комментарии, да, на которые я отвечала. Значит, у меня было видео, где я рассказывала, комментировала Эмильяна Брауда и Конусову, да, какая она там аферистка. И почему-то некоторые колхозники вырвали из моего повествования фразу про диплом. Я от своих слов не отвлекаюсь. Я сказала, диплом это бумажка-подтиражка или что-то такое, я сказала, да. Колхозники мне начали писать, ты против высшего образования, вот, у тебя губы сделаны сразу, понятно, сектой Брауде. Вот, ты вся такая, так губы у тебя уродские. Мои хорошие, вот что значит поварихи, колхозники. Это вот, картонка. А он уже на картоне, он уже напечатан из бумаги. Дерево вырубали в лесу. Тук-тук-тук-тук. Чернёны печатали. Ну, правильно же всё сказала. И дальше в этом же видео идёт. Я за образование. Я всегда вам говорю, что учиться это круто и здорово. Но колхозники этого в упор не видят, не слышат. Но иногда я путаю, что думаю, что говорю, представляю слоги туда-обратно. Я это делаю ненарочно, просто у меня дислексия. Я с самого начала не заметила, но я сказала, что медицинское образование это корка, где-то в самом начале. Но дальше идёт противопоставление. Я сказала, что образование это клёво. Я за образование, за обучение. Но это всё нужно не для того, чтобы получить диплом, а для того, чтобы набраться знаний, опыта. Любую корку можно купить. Диплом можно купить. Диплом даёт лишь мнимую уверенность о том, что всё будет хорошо. Но каждый по-своему меня слышит. Тот, кто услышал сразу про медицинское образование, не слушая, что я скажу дальше, сразу начали дрочить комментарии. Говорю как есть. Так что, поварили, комбат идиот. Ушки на макушке и слушаем до конца. Это так, что мне написали. Но вы слушать человека с такими губами и щеками, о том, что медообразование не нужно, тоже смешно. Извините, но вы же мой пример того, что в нашей стране нужны косметологи с высшим образованием. Так, это не весь комментарий, погодите. А что не так с моими губами и щеками? С щеками я вообще ничего не делала. Кроме губ я вообще ничего не делаю. Поварите, живите так, как хотите. Почему-то очень большая зацикленность у поварих на моих губах. Господи, колхозанки, ну идите вы, вот живете в Пупино-Залупино, найдите в своем Залупинске мастера по губам. Ну не нравится, если ваши губы, вы как бы это, фантазируете что-то в другом человеке, что они слишком большие. Ну если родились вы без губ, ну идите сделайте, что завидовать. Где я говорила, что медообразование не нужно? Нигде не говорила. Но у поварих все, вот прям это. В кастрюлю они все сразу складывают. И рис, и яйца, все, что только это, и конфеты. Никого не хотела обидеть, как говорится, в конце. Знаете, вот эта токсичность очень часто встречается у женщин, русскоговорящих, да? Никого не хотела обидеть, но обидела. Да, но мне-то пофиг. Зачем писать в конце, что никого не хочешь обидеть, если ты хочешь обидеть? Я отвечаю. Ты ничего не увидела, потому что у тебя вместо двух глазенок кривые поросячьи щелки. Поросята, никого не хотела обидеть, как говорится. Пишет дальше повариха. У меня таблизование корка, ну пиздец же. Я пишу, диплом корка, кривоухая, крестьянка ты. Далее. Боже, девушка, вы на себя в зеркало смотрели, вы губами нос не пачкаете. Пачкаю. Какой из вас хирург? Вы же совсем не имеете вкуса. Пошла на... Я говорю, колхозка, иди спать, тебе пахнущий рёд не разрешала я открывать. О вкусах не спорят. Как вообще можно оценивать по человеку, как бы выглядели его операции, если бы он был пластическим хирургом? Тоже, да, мне? Фантазёрка. Шо за ротяка? Это прикол или оно раскололо пасть? Я пишу, ротяка, это на языке слабоумных. Мне пишут на вашем, да. Обосралась и не признала этого. Позор. Она когда-нибудь научится в тон попадать? Всё время лицо то зеленью, то землёй по цвету отдаёт. А иногда вообще курица грели. Друзья мои, в макияжах нет никакого правила. Вы можете делать всё, что вы хотите. Да, я не тонирую шею, потому что я не хочу всё запачкать. Меня устраивает, когда фейс одного лица, а шея другого. Я светленькая, но иногда люблю быть куточкой гриль. Кому-то есть до этого дело. Я вообще не представляю такого человека, но по всей видимости он очень боится допустить ошибки в своей жизни. И ошибки для него непростительные. Быть каким-то не тем для другого человека, о нет. Блин, когда я выхожу с рыжим лицом и с белой шеей, мне абсолютно насрано. Кто во мне что подумает? Потому что я выхожу шикарно. Я говорю, а тебя они спрашивали вообще. Тут скорее автору намекают за аккуратность и гигиеничность. А при чём тут тон лица? Господи, какое же оно тупое. При чём тут гигиеничность, если у меня шея отличается от цвета лица? И аккуратность, если все мои макияжи идеальны. Не знаю. Не знаю, что в голове у поварих. Я, знаете, отвечаю в таком стиле, из разряда, ну прям нечего объяснять. Я же не буду там высираться, чего-то объяснять, девчонки. Это только для того, чтобы мне отдохнуть. Потому что я вот постоянно работаю. Единственное время, когда я отдыхаю, я лежу с телефончиком, там что-нибудь переставлю. Ну и тоже я работаю, да. И что-нибудь приходит, я говорю, опа, сейчас как напишу, сейчас как сиронизирую. Оно всё равно ничего не поймёт. И оно реально ничего не понимает. Мне пишут грязь. Я говорю, грязь с твоей помойки ротовой. У меня тут был макияж. Skin glass make-up. Пэт Маград, когда лицо ещё заливали этим гелем прозрачным, чтобы всё блестело. Это мои шорцы. Под шорцами в ютюбе мне очень часто пишут срань. Не понимаю, что такое. Кто-то пишет, моё мнение поменялось о тебе в хорошую сторону. Я говорю, честно накакать мне. Ну правильно. Если бы мне было это важно, я бы об этом сказала. Но мне это не важно. Я давно уже живу до самого своего рождения так, как нравится мне. Естественно, когда ты живёшь так, как нравится тебе, мои хорошенькие, учитесь. У старших. Сегодня не только ответы, ещё и наставления по жизни. Мне 26 лет исполняется в мае. Жду подарков, майбах и лайков под этим видео. Мои хорошенькие, у меня есть телеграм-канал. Даша Дружи, ссылочка в первом закреплённом комментарии. Там мы продолжим тему комментариев. Давайте посебёмся вместе. Заходите, переходите. Канал закрытый. Там я был уже самые жёсткие комментарии, которые нереально меня задели. Это я после комментариев, которые я скинула телеграм-канал. Кто не подпишется, тот отпишется. Я никому не подписан, ты знаешь. Подписывается от хрома движения, а не от какой-либо конторы. Какие конторы? Извиняюсь перед Мариной. Почему-то всё вот с макияжем. Ну, у меня тут до сера я листаю, извините, из тысячи комментариев. Тысячи тысяч комментариев. Не так уж легко найти что-то. А ты вообще понимаешь, что твой макияж это кринж? Слипшиеся ресницы и губище цвета фекалий. А что, цвет фекалий нынче в моде? Это классика. Я говорю, а кто сказал, что кринж повариха типа тебя? Не волнуешь. Что ты такое, транс или маляр штукатуры? Я говорю, транс твоя мама. Не в обиду никому. Просто это было созвучно. Смотрю и думаю, кто её красит. И тут реклама про макияж. Говорю, погагачи, погагачи повариха. Таня, я полюблю эти все дела. Пластическую хирургию, спорт, зал, кубики, татухи. Всем этим пользуюсь. В свои 49 выгляжу лучше, чем хорошо. Это не только я замечаю. И в ужасе от своих бабушек-ровесниц. Завтра иду ещё татуху бить с двух сторон. Слепые. Рекомендую не уходить как цыганка после четвёртого класса школы. Ужасный же мэй. А я не переходила на ты. Принимайте критику здраво. Ну, видно же, что не очень. Вот всех несчастных видно сразу. Они все говорят. Ну, принимайте критику. Критика бывает конструктивная и просто для... Это когда тебе говорят. Второй вариант. Ты... Моя критика. При чём тут это вообще? Критика это что-то, что подтверждается фактами. Не то, что ты высрал и высрал. Если я скажу я, Барака Бэма, это вам что-нибудь даст? Не думаю. Мне кажется, если смыть макияж, получится весьма симпатичная личика. Мне кажется, что тебя не спрашивали. Смыть макияж, не смыть макияж. Сму макияж и своей мамы. Комершей. Я тут при чём. И я же её гримировала. Почему кто-то вообще думает, что имеет право... Ну ладно, мы в интернете, там можно всё. В принципе, да. И маму х**, и не только. Кого х**, чужое мнение, горе? Кого? Ну точно не меня. У меня ещё было видео, где я кошке стригу ногти. Вы знаете, как стричь кошке ногти. Никто этого не любит. Мне написали, не стоит так обращаться со своим животным. Как так? Ухаживать за ним. Я говорю, писать будешь, когда я разрешу, пока молчи в трепку. Каждый человек имеет право выражать своё мнение. Блин, а некоторым лучше бы зашили рот. Видео, которое я снимала про на... Когда, да, я молчала 7 лет, тренер Владимир Федин мне пишет. Люди биологически есть животные. Если что, как класс. Используя слово животное как оскорбление, вы не только показываете свою безграмотность, но и неоправданно выставляете животных в плохом свете. Для таких же безграмотных, как и хуже человека, нет существа на земле. Знаете, дорогие, по-моему, когда человек рассказывает о своей травме, которую он выносил 7 лет и наконец-таки рассказал, очень волнительно. Я когда такое смотрю, у меня нет вообще мыслей в голове, чтобы написать какую-то предъяву человеку, который, ну, выставил видео совершенно по другой теме. Животрепещущей, так скажем. Это, знаете, вот из разряда всегда пиши, жиши с буквы и вот эти вот учительницы, которые всегда на правилах, всегда. Нужно в жизни не совершать ошибок, нужно всегда действовать идеально. Ошибки не может, ошибка не прощается. Вот эти вот, знаете, вот эти вот дырочки, дырочки, дырочки. Ты рассказала, как тебе плохо, но вообще-то ты неправильно сравнила с животным этого человека, эту ***. Надо было правильно вот так. Вообще-то нужно было проявить сострадание. Комментарий совершенно неуместен, а я написала. Вы, кажется, ***, раз не обратили внимания на то, о чем говорится в видео. Живите в своем мире для *** и не высовывайтесь. У людей есть разум, который у вас отсутствует. Ну, вы просто ***. Еще, когда я про мастера мясника про уши снимала, там понабежали ее мокрощелки и написали мне такое. Вообще не по теме. А вы знали, что Даша на бусте продает свои обнаженки? Ох, шок у Даши был он для фанц. О боже, боже, она выкладывала сиськи, голые попки. Говорю, завидуешь? У нее даже телеграм для личного материала для *** есть, я в шоке. О господи, ханжа зашла. Ханжа зашла, блин, трэш. Реально, трэш, не думайте обо мне так. Я совершенно не такая. Опять же, видео про уши. А с чего вы взяли, что африканские дыли в ушах, это привлекательно? Я там рассказывала про туннели, которые мне мочки, короче, изуродовали. По делам вам. Охереть. И там какая-то женщина с личинкой на аватарке. Как можно человеку пожелать по делам вам? Все, кто у кого на аватарке личинка и в инстаграме все фото с личинкой, вы потерянные женщины. Становитесь просто ненормальными, неадекватными. По делам вам. Как вообще можно радоваться горю любого человека? По делам вам. Ну и по делам. Говорят женщина, за личинкой вашей на аватарке лучше смотрите внимательно, а то вырастет как мамаша. Биомусор. Если вам кто-то написал, не переживайте, с вашей дыркой тоже непривлекательно выглядеть. А с чего вы взяли, что ваш цвет помады? Вот и все, кто смотрит меня сейчас. С чего вы взяли, что вы прямо сейчас не выглядите как ***? Смотрите на себя. Дырку проверьте. Да-да, именно ты ***. Почему? Потому что я так сказала. Отстань от кошки сумасшедшая, смотреть противно. Отщепитесь, я это... Ааа, крыса, крыса. Да подожди. Это... А что называется? Отщепитесь, я стригу ногти своей кошки. Я говорю, разговаривать будешь, когда я разрешу. А пока я шпарашу. Блин, я вот когда наедине, я очень сильно смеюсь. Сейчас что-то я смеюсь с вами, еле-еле выдамывать приходится. Ну реально смешно. Я пересмеялась о своих комментариях. А видео, где я опять же таки рассказывала про то, что случилось с моими ушами, с туннелями, как я чуть не умерла от плохого мастера, от кровопотери, мне пишет какая-то ***. Токсичное видео. Девушка оскорбляет свою аудиторию в комментариях. Вот прям таки взяла и оскорбила. Все обиделись, да? Ну и слава богу. Переходит на личности видео. Не знаю, кто это и как она попала мне в рекомендации. У меня к тебе плохая новость. Но если мое видео попало тебе в рекомендации, значит ты смотришь похожий контент. Зачем вы переходите на личность? Ну наверное потому, что я чуть не умерла от того, что сделала мне криворукость моими ушами. Нельзя переходить на личности. Ути боже. Поплачь мне еще. Даже если вам оказали некачественную услугу, это не дает вам права оскорблять человека. Ну вот я теперь на тебя посмотрю, когда тебе по ошибке в больнице вместо аппендицита сиську вырежут. Я тогда не тебя посмотрю. На твой трехэтажный мат. Непонятно, почему вы сразу не обратились к врачу, а ваше оправдание, что вам тогда было 15-2 час странно для взрослого человека. 15 лет и не взрослый человек, это малолетка. Почему вы не обратились к врачу и все остальное? Девчонки, все рассказала видео. Слушают ли колхозницы? Нет, конечно. Я говорю, еди нахо. Я посмотрела на тебя, если бы ты была в моей шкуре. Ты, малышко, ты идиотко. Это знаете, это знаете так же, как раньше отвечали, вот эти вот няшки, кавайи. Ты моя малышка, зайка, е. Так, тоже шорс у меня на ютубе, там где я маленькая, и кем я в итоге стала? Такой вот, с соской. Мне какая-то баба пишет. Эх, была милая девочка, но, как говорится, на вкус и цвет. Не в обиду. Вот это вот не в обиду. Чтоб тебе отрезали твой язык. Не в обиду. Я говорю, ваше мнение меня не интересует. Видимо, тогда у меня не было желания как-то состричь. Было. Ты только сегодня не в духе или по жизни злая ходишь и обиженная? Это мне сказали, представляете? Оказывается, обиженный это тот, кто отвечает на злой комментарий. А тот, кто пишет злой комментарий, совсем не обиженный. Ладно, не обиженный, тогда пусть будет опущенным. Женщина пишет. Ну, судя по аватарке взрослая, да, это еще что за представительница древнейшей профессии? Про меня. А я говорю, вы про свою маму? Ее в кадре нет. А она мне пишет. Так она еще и мама. Так она еще и мама. Кто о чем? А я подрала. Возможно, здравый видос, но манера речи афроканала убивает желание смотреть данное видео. 18 лайков. Ее ваше. Пора сворачиваться. Я говорю, не смотри тогда, ложь петка. Каков вопрос, таков и ответ. А ты что думаешь, ложь петка? Снимала видео про страшную историю Кати Самбуки. Попала она в эту стезю, в эту сферу, потому что ей заинтересовался взрослый Боб Джек. Перегидролиный, перекачанный. Где были ее биородственники? Биородственники. Биоряженка, биокефир, биородственники. Когда она в 16 лет тусилась с непонятными мужиками в клубах. Мужик, которому 30 с чем-то лет тогда было вроде бы, я уже не помню, честно. И тут пишут, где были ее биородственники, когда она в 16 лет тусилась с непонятными мужиками в клубах. Где была полиция нравов и мать Боб Джека, который начал любить детишек 14-летних девочек и засовывать их в... Почему никого не волнует этот вопрос? Виновата всегда женщина. Я скажу так. Слышь ты, яйценосец, рот закрой и свои яйца туда положи. Вот это называется victim blaming. Жертва всегда остается жертвой, если... Где ее родственники? Опять женщина виновата, что ее... А где были биородственники этого... Этого Боба Джека, когда он приводил к себе домой и писал в переписках девочкам 14-летним. Приглашал их на кастинги в... 14-15 лет, это дети. Они хотят понравиться, у них башка. Работать не так, как у взрослого человека. Ну что, ваше движение, что родители каждый раз контролировали, что ли? Почему всегда вопрос к жертве? Почему нет вопроса к... Почему этот Боб Джек набирал к себе маленьких девочек? Совращал их и на... Вместе с другими продюсерами. Где она была? И естественно, дети не всегда все рассказывают своим родителям. Я говорю, откуда ты выползла из пещеры? Мне пишут, Даша, а тебе было бы все равно, если бы к твоей 16-летней дочери прилип 40-летний мужик. И ему отвечают, ой-ой-ой, да, она давно под транквилизаторами, это про меня. Мне бы, конечно, не было все равно, если бы к моей 16-летней дочери прилип 40-летний мужик. Но зачем обвинять в жертву в том, что она пошла в клуб? Какая разница, все дети ходили в клуб. И что это дает право ее... Вы же знаете прекрасно, как взрослые дядинки Педо, что они обещают детям... Вот идет ребеночек, да, маленький, на площадке, родитель отвлекся. Ой, вот тебе конфетка, пойдем садись в багажник, там, прыгай в машинку. Поедем там искать твою маму, купим мороженое. Вопрос, а почему ребенок не убежал, не сказал, нет, я не люблю мороженое, оно с лактозой, у меня аллерген на лактозу? Где были ее биородственники? И почему вопрос, а то как жертве? Где она тусила? Где она тусила? Это не дает права манипулировать ей. Конечно, там, наобещать можно все, что угодно, а потом, хопа, и твои границы, рамки стирают. Потому что ты еще не знаешь, что в жизни хорошо, что плохо. Тебе говорят, делай, ты молодец. Если тебе не доставалось любви, если у тебя были старшие, младшие братья, мама постоянно работала, например. То, конечно, ты эту любовь хочешь найти еще где-то. Но из-за того, что ты маленькая, или маленький, и не понимаешь всего, тебе все не говорят взрослые дяди. Они вот по чуть-чуть так, вот конфетка, вот тебе 100 рублей. Обвинять жертву это самое последнее дело. Как быстро поднять просмотр и популярность? Накачать губы в подвале за 15 тысяч. Мои губы накачаны с 18 лет, и 1 мл препарата стоил 22 тысячи. Естественно, оно там разнилось от 18 до 22 примерно. Но это совсем не важно, мы тут просто смеемся над горями. Заявить, что ты не такая, как все, одеться, как фрик, накраситься, как фричо, набить ритуировки по всему телу. Вот и все, теперь твоя аудитория состоит из 14-летних девочек. Пишу. Как быстро показать всем, что ты у*****, записать завистливый комментарий? Ха-ха-ха, живи с тем, что ты фрик до конца жизни. Жить с тем, что я самая у***** особенная и классная? Ну окей. Боже, кринж, как людям можно нравиться, что ты настолько противная? Я говорю, согласна, у тебя вкуса нет и никогда не будет. Тоже под видео об ***. Видео об ***. О слезах и патриархате. Захожу в телегу, а там третий пост, тупо макнатая вульва, прикрытая бабочкой. И никакой 18+, метки нет. Ой нет, пусть везде в интернете будет метка 18+. Трэш, у нее нет метки. Блин, Трэш, она должна была закончить свою жизнь в подвале, если ее из***. Она не может постить то, что хочет. Не может показывать свое тело. Это трэш. Я говорю, а как это контактит между собой? Твои предрассудки это только твои проблемы. Это разрешает тебе тоже не бриться. Проблема не в том, что ты ее не бришь, а в том, что тебя смотрят маленькие девочки. Устройся в правоохранительные органы, ***, если тебя что-то волнует. А ты кто такая, святая Ольга? Иди куда шла, раз такая правильная. Тебя ***. Может, что я делаю? Забавно, в этом видео плачешься, как тебе сложно было и прожить на *** со стороны мужчины. Полиция бездействовала. Для тебя это был сильнейший в жизни удар, по твоим словам. А пусть и этой девочке весь контент. Это чистая порнография, ориентированная внезапно на мужиков. Господи, теперь после пережитого *** нельзя заниматься сексом. Нельзя выставлять фото. Вообще жизнь должна закрыться. Так думают колхозницы. Поварихи. Именно так ведут себя все жертвы ***. Если вот такой вопрос задают, именно так себя ведут жертвы ***, значит, что человек полный ***. ***. Вот это вот victim blamer, который думает, что я до конца жизни должна буду плакать. Нет. *** тебе. Вот. На. Love you. У меня роскошная, светская, открытая жизнь. Я аристократка. И уж точно я не собираюсь всю жизнь плакать от того, что кто-то мне нанес травму. Да, она очень сильно на меня повлияла, но я буду делать то, что я хочу. И как хорошо, что мне срать на тех, кто, ну, пишет, да, как бы. Интернет это кайф, там можно все что угодно высвать. Ставьте 10 тысяч лайков, и я сниму подобное, да, найду другие сочные комментарии. Ну и в принципе поставьте мне лайк, подписка, потому что я старалась. Так что всем пока-пока. Надеюсь, что вы научитесь отвечать так же, как я. На похер и с кайфом. С вами была я, Даша Блюжжа. Жду вас у себя в телеграм-канале.